Поехали. 11 июля 2017. Народная лаборатория глобальной волны в Санкт-Петербург. Мы проводим эксперимент по последовательному резонансу. Правильно я говорю? Правильно. Да. Вот установка. Вот главный экспериментатор. И вот схема. Ручка не рисует. Схемы еще нет пока. Ручка не рисует. Сейчас я дам гусь. Я главный экспериментатор главный. Так. Что мы? 220. Берем. Все, дерьми пониже. А выдаем. Тут сколько получится, да? Ну, то есть там варьируется напряжение. Латер. Латер. Да, 8 амперный. Далее что у нас идет? Далее у нас идет магазин им костей. И все это входит в первичную обмотку трансформатора 220 на 127. Так. Значит, вот этот вот. Как он рисует? Вот латер у нас. Нарисуем конденсатор вот так, да? Поймут я надеюсь. Это блок конденсатора. Блок конденсатора в регулировочном. Вот он. Значит, вот здесь вот в двоичном коде набирается емкость. То есть визуально он выглядит просто... Подключается конденсатор. Куча автоматов, вот так вот, да, нарисуем его. Куча автоматов, которые параллельно этим автоматам вот так емкости набраны. То есть здесь они все запараллельны, выходы все. И мы имеем вход, имеем выход. То есть включая автоматы параллельно, мы увеличим емкость. Она набрана. То есть двоичный код подразумевает 2, 4, 8, 16, 32, 64. Все дают четные цифры. Мы единичкой добавляем нечетность. Получается. То есть надо 128, добавляя единичку, 129. То есть вот они набраны все группами, то есть там 32, 64. Ну вот 4 как раз, вот они по микрофараду. 128 набраны. Но эти все на 750 я делал, вот эти. Это на 450, по-моему, пусковые вот эти конденсаторы. Но это все как бы из подсказки Александра Андреева. Знаете, так вот. Вот. Что дальше мы имеем? А на выходе вот этого, то есть здесь 127 вольт мы имеем. Здесь мы имеем 220, должны как бы иметь, да? Здесь емкость... Ну, порядок, порядок емкости, которую мы используем. Ну, будем сейчас писать. У нас сейчас где-то резонанс на 8,4 получается 12 микрофарад. Мы сейчас, на 12 микрофарад у нас входит в резонанс. Она на большей емкости, но ток увеличивается дальше. Ну, понятно. Ну, давай нарисуем тоже указ. 12 микрофарад звездочек. Ну, примерно, да. 12 микрофарад, да? Вот так. И отсюда мы уже имеем, то есть, нагрузку. То есть сейчас у нас включена параллель, 4 лампы. Это 95 ватт. Это... Ну, давай, давай, три нарисуем потом. Это 60 ватт. Ну, вот я 95 ватт вижу. Это на сколько? Это, по-моему, тоже на 60. Да, убери руки, там, как раз на белом фоне удобно смотреть. 60 ватт. 60, 60, 90. Ну, давай так и нарисуем лампочки. Три лампочки. Что, серьезно 95 ватт? Ну, ты сказал. Нет, серьезно 95 ватт. Да, что удивляется. Ну, лампочки параллельно у тебя включены, правильно? Так, ну, вот я их нарисую. Так, три в параллель. Да, и сколько там? 95, 95, 60. Нет, 95, 60, 60. Вот так. 60, 60, 95. Всего, в общем-то, да? Ну, вот, то, что дано. То, что дано. Сфокусируюсь. Красаватор, вот он, грубо говоря. Вот, можешь показать здесь, Саша. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, а, давай. В соответствии со схемой. Нет, в соответствии давай, просто смотри. Вот, значит, 220 вольт питания провод идет. Здесь стоит амперметр, плещет. Надо приборы, наверное, тоже нарисовать на кислом. Так, то, какой, куда, да? Да. Значит, будет первый прибор стоять у нас. А, ну, на латре, да? На латре. Но он особо, как бы, ну, до галочки, что он есть. Ну, хорошо. На латре вот вольтметр свой. Хорошо, мы ему не очень верим. Да, не очень верим. Значит, но мы знаем, что здесь у нас в розетке 220 вольт. Вот, здесь амперметр на проводе. Показывают, сколько латр потребляет из сети. Это схема, да? Не надо конкретно так давать сейчас. Вольтметр подключен к первичной обмотке. Нет, нет, вот именно данный вольтметр подключен на конденсатор. Ну, я же говорю. Ну, а конденсатор последовательный. То есть, мы, как бы, сновку сделать или как лучше? То есть, он сейчас... Нет, здесь можно сразу... Давайте вот так я сделаю. Вот так. То есть, вот этот вольтметр первый, да? В1 мы назовем его. Вот он у нас мерит напряжение конденсатора. Но он будет зашкаливать. У него диапазон не позволяет его. Следующий у нас, получается, вольтметр стоит... Цифровой. На первичке второго. Да, вот здесь стоит у нас, да? То есть... Он стоит на первичке. Скажем так, вот зажим, и вот зажим, да? И мы сделаем как-нибудь... Ну, выведет там аккуратно просто в сторону. Ну, вот так, допустим. И как бы еще вывести... Да, вот так поверху прям провести, что страшно. Некрасиво, но... По кругу, да? Понятно. Вот так. То есть, он у нас мерит... Это будет В2. Так? Да. И третий вольтметр... Маленький. Вот этот, он нам показывает напряжение на выходе. На вторичке. Да. На лампах. Мы его здесь нарисуем параллельно лампам. Ну, как бы, да? Нужно, да. Параллельно ламп сделаем. Просто вольтметр. А, кстати, знаете, что еще я хочу предложить? У нас же есть счетчик. Счетчик, и мы можем еще сюда вот повесить счетчик обычный. Посмотрим, что он нам покажет. Покажи схемку поближе. Давай нет, разверни вот так вот. Вот так разверни. Вот схемы установки. Вот вольтметр 1, вольтметр 2, и на выходе, вот я за лампочками, вольтметр 3. Теперь сюда покажи, на общую сборку. Можно было написать. Вольтметр 1, вот вольтметр 2, и вот вольтметр 3. Да, ну мы будем на том, что... И здесь амперметр стоит на входе 220 вольт на латах. Ну, получается, вот у нас стоит... Покажи. Как там амперметр? Вот так. Здесь, грубо говоря, вот так у нас делаем. Клещик. Да, клещик. Ну, да. То есть, он трансформатор получается. Ну, все, давай, давай включаем. Сначала то, что, как бы, мой эффект покажет. Латр убран, да, все. На минимум. Да, выставили старый 12 микрофарад. Сейчас повышаем напряжение плавно. Покажи, там, вольтметр. Пока что вольтметр показывает и на латре, и здесь 50-70 вольтметр. Значит, вот лампочки светятся. Лампочки, я лампочки светятся. Значит, вот этот вольтметр плавно поднимаем. Сколько? 100 вольт. Ну, этот 100 вольт, на конденсаторе сейчас 100 вольт, на трансформаторе уже 200. Вот так. Ну-ка, секундочку. Так, а на выходе здесь 116. Все правильно? Все нормально. 200 вольт. Теперь... Со вторички этого трансформатора 116 вольт. Ну, то есть, все как и должно быть. Вот, допустим, мы дошли до нормы, 127 вольт, да? Вот 127, три лампы, ну, правда, перегрузка, да, у него 220 вольт все-таки. Сопротивление другое, но не суть. И увеличиваем дальше. 140. Вот сейчас предел у нас 150 вольт. Мы должны как бы пересечь вот это, чуть-чуть увеличить напряжение, границу напряжения. И где-то на 150, вот на 160 вольтах он... Вот это, это резонанс. Да. Сейчас чуть убавлю, чтобы ток не такой был. Сейчас у нас на выходе 230 вольт. На нагрузке, то есть, трансформатора 127. Это с выхода на самом 386. Ну, я могу убавить, прибавить. Вот. И тот вольтметр зашкаливает, который показывают на комминсаторе. И клещи что показывают у нас? Ну, 1,6. Я говорю, можно снизить до 1,5. Вот я 1,5 сделал. Угу. Полтора ампера. А клещи, клещи адекватно показывают, да? Ну, в общем, да. Сейчас клещи посмотрим, сколько покажут на лампах. Ну, на красных. 1,2. 220 вольт, 1,2. 220 вольт, 1,2. А здесь у нас 220 вольт, 1,5, 1,3. 1,3, да. Вы считаете, грубо говоря, 1 к 1. Почти, да. То есть из этой схемы, грубо говоря, как бы теряется холостой ход трансформатора. В частности, латера и холостой ход этого трансформатора. Ну да. Они потребляют как-то. Они потребляют довольно нехило. Но вот этот холостой ход теряется из общей схемы. И он тратит на нагрев этих двух трансформаторов энергию. Ну что, я занижаю напряжение тогда? Вот ты занижаю напряжение, и тогда... Я занижаю по чуть-чуть. И сейчас он выйдет за резонанс. На входе. На входе. То есть, холостой ход исчезает, но при этом трансформаторы очень сильно греются. Их нагрев можно использовать как сверх единичное КПД. Не надо этих самых скоропалительных вырубений. Я просто убавляю напряжение на латере. И смотрим момент выхода из резонанса из напряжения. Давай, давай. Ты говори сколько тут. А сколько? Я не вижу. Здесь 370 сейчас. Оно здесь будет падать. Смотри, нам надо наверно еще один вольтметр поставить параллельно выходу латера. Понижаю. 360. Вот. Все. Ну и сразу же упало до 110 вольт. То есть, 111, 112. То есть, здесь как бы опять все по классике. Да. И ток потребляемый 0,3 ампера. 300 миллиампер, да. Сейчас опять я поднимаю плавно. Поднимать нужно больше. Потому что, ну, чтобы он вошел именно опускать. Может тоже. Ну, типа как этот. Петля гистерезиса. Да, да. Что пишет. Это он сел. Не сел, это авто. Гастовое включение. Хорошо. Слушай, давай мы еще можем показать, что... как мы не напряжением, а емкостями. Давай попробуем костями. То есть, я сейчас... Ты помесь ток до 100 вольт. Сейчас вот я дошел до 100... 147, да? Да, вот так вот. 149, 150 делаем. Вот так. Попробуйте емкостями добить. Добить ее. Да, да, да. Не хватает. Не хватает, да? Сейчас дожди. Довольно. Сейчас давайте и 16 точно дойдет. Нет? Давайте еще чуть-чуть побольше. Я уже ослеп от лампы. Не смотри на лампы. Боковым зрением. О, пошел. Вот. То есть, сейчас мы не напряжением. А насколько у нас меньше напряжение на латре накручено? Чем было. А мы сейчас не увидим. Сейчас здесь на латре прямо выход 200 вольт. То есть, латер 200 вольт сейчас выдает. А было? Было больше. Да. Потому что здесь ограничение на 200 вольт. Латер его не показывает больше. Не, не, не. Вот именно вопрос такой. На латре сколько именно? Да. То есть, смотри. Мы первый раз напряжением подруливали. Сейчас мы напряжением не подруливаем. Мы подрулили емкостью. Вот, посмотри. Сюда посмотри, Саша. Вот 230 вольт 1,3 ампера. Давай сейчас. На вторичке. Подожди, я показываю. Вот 1,5 ампера 220 вольт. Не, ну греется. Подожди, подожди. Там сейчас стол заживается. Да, я вижу, вижу. Вот. И смотрим сюда. 1,3 ампера 220 вольт. 1,2 ампера 220 вольт. Вот, пожалуйста. 1,2 ампера 220 вольт. Потребляемый ток. Ток на лампах 220 вольт. Ну, сейчас почему-то ток упал. 0,9. 0,9, да. Почему ток упал. Так, ну хорошо. Давай, значит... Только что был 1,5. В общем, надо амперметр. Давай сейчас смотри. Я предлагаю включить счетчик. Понижай напряжение потихонечку. Потихонечку. Понижай. 380, 379, 378. Сейчас, подожди, стой. Вот так оставь. 1 ампер. 1 ампер. 1 ампер. Потребляемый ток. Здесь у нас 1,5, 1,3. Скачет. 1,1. Скачет. Ну, только что было 1,3, 1,5. Он может быть из-за того, что есть батарейки или что? Нет? Да нет. По-прежнему, 220 вольт мы имеем. Но главное, что 220 вольт на выходе. То есть, как бы мы сейчас не понижали, а 220 вольт остается. Оно не падает до 105, если до 180. То есть, четко, да? То есть, на выходе держится 220. То есть, в этих пределах. Вот я сейчас опять убавляю. Пошел убавлять. 170. 175. Не спешу. Не спешу. 172. Где-то должен здесь уже выйти. 1 ампер. Потребляемый ток. 0,9. Выдаваемый 0,9. А здесь 220. 220 вольт. 370 вольт на входе в трансформата вот здесь. Ну и все, сейчас занижаем. Ну давай сейчас подключим ваттметр. Подключим. Сейчас давай тогда выключаем. Я остановлю запись. 360 уже еще держится, смотри. Все. Все, ушел. Да. Ушел, да. Ну все. Стой, поиграй сейчас с конденсатором. Давай на 8 попробуем ввести. На 8. Нет, ты... Все. Уже ушел за... Ну дальше мне не получается укрутить. Наоборот, поменьше напряжение, чтобы было где-то 150. Попытайся кондерчиками. 150 не попадало, не получалось. Можно... Вау! Сейчас ток чувствуется гораздо больше. Ну да. И напряжение это 230 на выходе. Так, 1. 1,2 потребляемый ток из сети. Здесь 1 ампер. 1,1. Ну, то есть, мы, как сказать, 100 миллиампер. Все, туши воняет. Уже провода воняет. Так, ну то есть, видишь, что? Надо бы, конечно, было идти в значение в табличку. То есть, смотри, сколько... Сколько у нас, при каком напряжении. При каком напряжении, какая емкость. Но мы, наверное, можем прогнать еще, да? Можем, да, конечно. Пока он не сгорит. Давай, сейчас пока... Думаю, остудим его сейчас. Пока не сгорит. И я предлагаю подключим ваттметр. Да, ватметр. Так, все, пока что нам. Тречный трансформатор. Нет, подожди. Просто я говорю о том, что трансформатор горячий, температура его практически градусов 45 мм. Ну, горячий трансформатор. Горячий трансформатор этот. Значит, долго он не проработает. И горячий трансформатор, по идее... Ну, этот более-менее как бы холодный. Ну, холодный. А этот горячий, его можно использовать как нагреватель в любом этом самом... Воды. Ну да. В ведро кинул, нагреваем воду. Халявная энергия. Сейчас нас слушают этот... Я тебе просто говорю, что тут... Тепло можно использовать. Ну, тепло-то можно использовать однозначно. Это побочный эффект в данном. Да. Давайте мы сейчас сосредоточимся именно на эффекте, как добиваться. А тепло говорит о чем? Я предлагаю смотреть. Что у нас трансформатора немножко не соответствует. Почему? Мощности. Ну, раз он греется. А, ну да. И все. Избыточный тепло. То есть он не может передать. Он его... Он не может передать. Он его выдает в виде тепла. Так, ну хорошо. Останавливаю сейчас. Подключаем ватметр. Ну, поехали дальше. Вот мы подключили... Номер два. Опа. Это фишка этого скотина. А, без этого нельзя холодочая. Да, 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 да. Значит, мы подключили счетчик, который может работать в режиме ватметра и подключили настоящий ватметр. Вот. Привет, Денису Ехимову. Это его ватметр. Да. Значит, мы... Что? Мы добавили еще один... Поменяли. Сюда поставили вольтметр цифровой. А этот вольтметр поставили на выход с латтера. Покажи схему. Это теперь стал вольтметр номер четыре. Так, давай, показывай схему, пока мы не включили. А, поближе. Вольтметр номер один. Да. Потому что он зашкаливал. Только из-за этого мы поменяли. Так, ну понятно. Понятно. Все, чтобы мы видели цифры. Значит, здесь мы будем смотреть... Здесь... Да, здесь. Да, здесь вот мы будем смотреть мощность. В таблице будут заноситься, значит, показания. Ну, таблицу мы потом покажем. Вольты на латтере, амперы на латтере. Вольты на трансформаторе, амперы на трансформаторе. Вольты на конденсаторной сборке, амперы на конденсаторной сборке. И здесь показания, сколько микрофарад конденсаторная сборка. Угу. Все. Далеко убрал, да? Это я под твою руку. А, вот, чтобы я заполнял? Да. Все убрано. Ну что, разрешаешь? Так, не, ну он пускай ты будешь писать, а он крутить будет. А я сниму. А где я буду писать вопрос? Ну, я его перестал. Давай. Ну что, включаем? Да, оно все убрано. На нуле. Это что-то сейчас уберем. Это же 12 микрофарад, да, сейчас сделаем? 231 вольт. Это в сети. В сети. Так, а подожди, это мы уже включили? Да. Но он что-то ничего не показывал. Латтер на нуле. Латтер на нуле. Латтер на нуле. Ничего не выдает. Я понял. Он же должен потребляемый мощный. Холостой ход. Он же гудит на что-то. А сколько у тебя сейчас мощности? Нисколько. Ну давай чуть-чуть прибавим. Подожди-ка. Стоп, это не то. У тебя сейчас напряжение. Ну-ка. Вот. Вот ампераж. 0,28. Уже здесь мультаж показывает 85 вольт. Ну вот 100 вольт, да, мы вышли. 100 вольт сейчас на выходе с латтера. 100 вольт 80. 42 ватт он показывает. Ну все хорошо. 93 на уже почти 100 вольт. Смотри, здесь 100, здесь 93. Сейчас здесь до 100 догоним. Ну вот у нас сейчас 101 вольт. Все, входим в режим резонанса, сделаем замеры, я так понимаю. Ну давай. Все, давай сразу входим. Ага, чуть-чуть только не довключили последний ваттметр. У него 100 вольт, 120, 130, 140, 150, 160. Вот, пожалуйста, на латтере 500 вольт выходит. Подожди, давайте еще убавим, а то ему так не было. Так, смотри, смотри. И сразу мощность подскочила, вон. Сколько там? Ну тут он прыгает. Сейчас 370 сделаем, чтобы было хотя бы на входе. Вот, 369. Так, это на конденсаторах. Нет, вот это на конденсаторах. Это на входе трансформатор. Сейчас имеем 400 вольт. На конденсаторах тот желтый. 370. На конденсаторах 400. Там 370, здесь 400. Значит, резонанса пока еще четкого, правильного нету. Потому что при правильном резонансе должно быть бесконечно большое количество напряжения. И там, и здесь. То есть, больше 600, больше 600 стремится к бесконечности. Подожди, подожди, почему? По формуле. По правилам, как бы. По законам физики. Значит, смотри. 1,46 ампера на входе. Он показывает. А в входе латер сейчас выдает 180 вольт. 188 вольт примерно. 188 вольт. Это латер сейчас. Так, а клещи где? По амперам замеряем. Где меряем первый? Тут, может, здесь надо было замерить. На латер. Отход нам не надо, да? А, у нас вход есть. Да. Давайте меряем тогда. В принципе, нам можно только померить, сколько ламп потребляет. 1 ампер. Ну, по марке делаем там. 1,06. Но это десятый, не будем уж совсем. 1,0. Ну, 1 ампер. На лампах сейчас. Где еще у нас интересует? Давай на конденсаторе померим, какой сейчас ток. Просто ради интереса. А подожди, как ты на конденсаторе померились? Где? Ну, через него же последовательно протекает. И через трансформатор, через это тоже протекает ток. 1,49. Ну, как-то так. 1,49 и вольтаж там 400 вольт, да? 370 на конденсаторе. Вот. А давай на входе еще посмотрим. Вот на входе померяй. А ты померяй на входе, да. На входе... Значит, здесь сколько? 1,22. Ну, видишь, 1,22 показывают, а вот это показывают 1,44. Кому верить? Давай чуть-чуть увеличим. 1,1. Это мы точку смещаем измерение. Ну, запятую, в смысле. 1,3. 1,44. Ну, то есть лишь плюс-минус лап. Плюс-минус, да. Здесь сколько? 220 вольт, 1 ампер. 220 вольт допрыгнет. 1 ампер. Четко по... Почти, что там должно быть 215. 1,0, видишь? Вот, один. Я же говорю, лампочки, мощность всех лампочек 215 ватт, а у нас получается 220 ватт сейчас на лампочках. Правильно? 1 ампер, 220 вольт. Да. Все, 220 ватт на лампах. При этом у нас потребление 235 вольт, 1,46 ампера. Получается 300 ватт. Так вот, давай-ка мы проконтролируем это. Где это? Сколько покажет? Показывает 281 ватт, фактически. 281 показывает, да. 220 ватт получаем. СЕ не получили. Подожди, 280 ватт мы потребляем. Значит, замеряй, какой вольтаж сейчас на трансформаторе идет... Вот он. 400 вольт. А какой ампираж? Нет, 368. Хорошо, 368. А какой ампираж? Так ампираж то он же... Замеряй, замеряй. Нет, ты замеряй. Пожалуйста, вот 1,5 ампера, так? 1,5. Полтора ампера умножаешь на 400 вольт. Сколько будет? Ну, это же реактивная мощность. 600 ватт, правильно? Скажет вдумчивый зритель. Правильно. Это же реактивная мощность. Правильно, реактивная мощность, которая находится внутри этой схемы. И эта реактивная мощность сейчас выделяется в виде горячего трансформатора, который можно использовать для обогрева. Давайте я немножко выключим это пока. Давай-давай-давай. Выходим, выключаем. Емкость убираем, из резонанса выходим. Всё. Всё. Сразу упало. 90 вольт. 90 вольт. 70 вольт. 78 ватт. Здесь, кстати, вот 78 ватт потребляемый ток сейчас. И замерить, сколько сейчас на лампах ток потребляемый. Тоже по крещам. Без резонанса, да? Да, без резонанса. 0,56. 0,56. Ток. А вольтаж сколько? 90... 92, грубо говоря. 92, грубо говоря. 92. 92 вольт. 0,56 получается 40 где-то 7 ватт. А там, вот метр сколько показывает? Вот метр показывает 78. 78. Вот в эти 78 входит холостой ход этого трансформатора, холостой ход этого трансформатора, ну и соответственно реактивный ход. Не, ну здесь видишь, что получается? Мы когда загоняем в резонанс, он начинает больше жрать. А когда мы загоняем в резонанс, он начинает больше жрать, да. Но он начинает больше жрать не настолько много, как, например, вот если мы посчитаем мощность на трансформаторе и мощность на конденсаторах. То есть вот ради интереса... Ты так-то особо... Я понимаю. Ну, конденсаторы не греются. Они, да, холодненькие всегда. Конденсаторы холодные. А трансформатор, вот эту мощность, которая на трансформаторе сейчас идет, вот 370 вольт, полтора ампера. Это получается... А, ты, кстати, потрогал холодные конденсаторы, они не работают сейчас эти. Так, подожди, подожди. Вот эти 8. Подожди, не надо трогать сейчас, не надо нам нарушать технику безопасности. Но они холодные. Вот. Мы можем нагрузку потом через ваттметр отдельно включить, то есть у нас в розетке те же 220 вольт примерно, и померить, сколько нагрузка живет. Ну, да, чтобы не считать. А, без этого. Вот. Ну, давай пока, можем выключить пока, чтоб охладился там сформатор. Мы чтоб охладились. Обратно не хочешь, нужно поднять напряжение, да? еще поднять. Это клейси пиликуют все время? Нет, это у меня сейчас телефон. 220 вольт сейчас четко, как по магазине все вошел. Видишь? Вау! Вышел. Пожалуйста. Да. Ты чуть-чуть добавляешь емкость в инвесаторах, он входит в резонанс, и дальше держит. Да, и можно уже даже... А, убирать. Ну, ты же, да, чуть-чуть подбавил, он вступил в резонанс, и дальше ты убираешь. Смотри, когда у нас напряжение на трансформаторе на латре меньше, емкость нужно добавлять, чтоб он вошел в резонанс. Надо поиграться, чтобы он не обращал. Вот-вот зависимость, что я хочу поймать. То есть, вот для чего таблица? Чего считать, давайте посмотрим. Так, 8 и 12, да, опять? Так входит в резонанс, он на... Сейчас, 220... На 220 он вошел в резонанс. Понижаем обратно. 200 держится. 200 держится. 190 держится. Ты говорила на 188. Где-то 188, 186. То есть, 220 входит в резонанс. 180 уходит. 180 уходит. Это на сколько? 12 микрофарад. Да. Что теперь? Давайте наберем 220 вольт, да? А, на 220 вошел в резонанс, да? Ну, сейчас надо меньше сопротивления, ты, по-моему, добавлял в емкость. Вот я сейчас 220, он не вошел в резонанс. Ну, он примерно 220, да, на 180 уходит. А если, допустим, 210 сделать, вот не знаю, войдет или нет. Подожди, я... Ну, подожди, давай не будем. Правильно, неправильно. Мы сейчас ловим эффект. Подожди. Я понял. Вот ты же щелкал там. Давай сейчас. Да. Мы нащелкаем, по-моему, мы тогда нащелкали больше. Он входил со 150. Ты на 170 ловил, да. На 170. Это было бы еще нормально. Он включил, то... Энонанс, по идее, должен срабатывать от 100 вольт, от 130, от 150. Игорь, Игорь, давай сейчас не будем перебивать. На этой емкости я выловил, точно. Вот мы сейчас эту зависимость и хотим выловить. Я понял, почему, Света Сан, ты... Это, Леш. Ты... Лампы, если мы сейчас уберем, если нагрузку одну... Да. Ты можешь поймать на меньшем напряжении. Да, 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 да. Это из-за того, что... Давай, давай, это следующее. Это следующее. Это из-за того, что большая нагрузка. Да, нагрузка большая. Не то же дело, мы же на этой же нагрузке ловили. Как мы не ловили ловили? У нас 150 делал и ставил, этот, 16 микрофарад добавлял еще. Нет. Ну, как нет. 150 здесь было. Здесь было 150. Здесь не могу. А, ты вот там смотрел. Понятно. Да, да. 150 метров. Ну, то есть при большой нагрузке меньше, чем 200 вольт он резонанса не дает. Ну, давайте, ну, как горячий, конечно. Самую мощную выкрутим, вот 95 ватт средний. Черчение таких, знаете... Нет, здесь, подожди, вот в таком виде не получится. То есть мы не сможем его на меньшее напряжение загнать, увеличив мощность или уменьшив? Наоборот, если мы мощность уменьшим, то емкость меняется и он загоняется в резонанс при меньшем напряжении. Игорь, я тебе про это и говорю, что как зависит. Напряжение меньше, емкость больше должна быть? А, это мы, я не знаю. Вот, вот это надо поймать, вот это надо поймать для понимания. Индуктивность меняется, судя по всему. В лампочках индуктивности нет, просто меняется сопротивление, индуктивность обмотки меняется. Ладно, давай мы сейчас выключим базар. Индуктивность зависит, просто меняется. Ну да. Базар выключим, сейчас мы подготовимся. Значит, сейчас мы... Сейчас мы включим нагрузку отдельно, три лампочки, и посмотрим, сколько она потребляет. По-моему, светится... Светится так же, по-моему. По-моему, даже ярче светится. По-моему, так же. Напряжение-то 230 вольт, конечно, не появится. А, 230, да. Там-то 220 было, здесь вольт дают. Так, а что подожди? Ну, 231, все правильно. 0,92. Амперы. Амперы, что-то, все правильно. 214 ватт. Ну, как это было, да. Ну, только у нас получалось 220 вольт. Ну, подожди, ампер-то больше он показывает? Тогда у нас было сколько? 1 ампер 220 вольт. А, точно-точно, был же 1 ампер. Во время резонанса. Сейчас показывает... 215 ватт. Ну, вот можно поместить где-то, что нагрузка у нас. на, как бы, номинальное напряжение живет 215 ватт. 230 вольт не номинальное напряжение. Да. Смотри, у нас... Увеличено слегка. Слегка. Слегка увеличено. На 10 вольт целая. Поэтому и ток упал. Дряжение повысилось, ток упал. Ну, мы можем тоже, на самом деле, если задаться целью на латтере, накрутить. Так мы и накручиваем. Поставить сюда латтер. Ну, это уже, как бы, отдельно накрутку. Можно так сделать. Можно так сделать. Застабилизировать. Такой, что выход с латтера 220 вольт подать. Ладно, это, наверное, не нужно. Все, значит, тогда пока останавливаем. Ждем пока. Нужно было с латтера запитать розетку. И то же самое сделать. Если бы на 20 вольт выставили бы и прогнали. Ладно, не будем этим заниматься. Поехали. Блин. Поехали.